Овны, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца и посмотрим, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. В конце расклада я возьму карта совета, что вам высшие силы, может какие-то предупреждения, может что-то остерегаться. И первая карта для вас, мои дорогие, в начале месяца, это карта пятерка жезлов. Пятерка жезлов уже у вас в начале месяца начинается с каких-то конфликтов, какие-то, может быть, люди на работе, которые захотят с вами какие-то выяснять отношения. Может, специально это будут делать для того, чтобы вы показали свои эмоции, свой характер. Может быть, для тех, которые в отношениях, это может касаться, что будут выяснения в отношениях. Вы постарайтесь не дать вот эту питку, не дать вот эту пищу, для того, чтобы человек размышлял, почему так с вами происходит, а из-за чего это все бывает. И может быть, даже ваше внутреннее состояние. У вас уже в начале месяца с какими-то конфликтами. Вроде бы вы что-то решаете, вроде бы у вас что-то сегодня успокоится внутри, завтра опять у вас какой-то конфликт внутренний. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается для каждого человека, что нам будет высшей силы подсказать. Следующая карта в начале – это рыцарь мечей. Рыцарь мечей, знаете, у вас будет желание уходить. У вас будет, знаете, уже не то те мысли, когда вы будете думать, а что-то может все-таки решить, уходить или остаться, менять работу или все-таки сохранить. Но у вас уже в начале августа уже действие. Здесь уже карта, знаете, как карта это говорится, бороться за свое место под солнцем. Если вы хотите быть счастливы, если вы хотите добивать какой-то вашего желания или какой-то ваш успех, то здесь уже действие. Но постарайтесь ни с кем не конфликтовать, не выяснять отношения. Дайте себе возможности понять, что в жизни не так быстро все решается. Все-таки нужно подумать без каких-то лишних эмоций, без каких-то лишних конфликтов, выяснений и все это остальное. Давайте посмотрим следующая карта, что нам говорит пятерка мечей. А пятерка мечей, знаете, у вас что показывает? Уже это желание у вас было раньше. У вас уже это, знаете, ситуация, проблема уже была как-то раньше. Но почему-то показывает уже в начале месяца, да, это где-то 10 числа, у вас будет, знаете, вот стремление, вроде бы все хочется оставлять, но какой-то страх присутствует, да, какой-то... Знаете, я бы сказала так, постарайтесь поработать над собой. Постарайтесь поработать там, где вот у вас есть отношения. Не спешите в начале месяца, вот до 10 числа, до 10 августа, какое-то быстрое решение, знаете, делать. Уходите или от работы, или отношений, или как-то... Может, даже ваше желание захочется, да, вот что-то, знаете, как я скажу, такое может желание куда-то поехать после каких-то ситуаций в вашей жизни, каких-то... Но, знаете, эта карта больше говорит, что почему-то какие-то ситуации ушли от вашей жизни, да, вот проблемы. Но вы стоите на страже в порядке, вы как будто еще защищаете себя. Давайте посмотрим следующая карта на середине для вас. Это карта Девятка мечей. Посмотрите, Девятка мечей уже, знаете, в середине месяца дается вам возможности осознать, да, осознание, что все-таки вам не стоит ни с кем выяснять отношения, доказывать кому-то, какой человек вы, или даже вот на работе, да, показать, что вы лучше, чем другие. Не нужно это сделать. Если вы понимаете, что вы это можете сделать, то делайте. Никому ничего, вот в середине месяца ничего не доказываем. Это просто ваша вот подрядка мечей осознание, да, вот это решение в ситуации есть, в этот конфликт есть. Самое главное, чтобы вы не эмоционально реагировали, более, да, знаете, на ментальном уровне, да, какой-то вот осознание пришло для вас более такое вот может быть стабильное. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта отшельника. Карта отшельника показывает, что вы ни к чему не привязаны. Вот в середине месяца те даже, которых находятся в отношении, или там на работе, у вас будет такое чувство, вы хотите побыть сам собой наедине. Вам будете такое, знаете, даже вам требуется вот такое осознание для того, чтобы вы боролись, да, какой-то самоанализ внутренне себя. Да, бывает такое в жизни, что мы сами ошибаемся, да, бывает, что мы реагируем так это, ну, может, это даже не специально делано, да, но бывает на каких-то выяснениях, на каких-то конфликтах мы эмоциональны, да, мы можем сказать какие-то слова, потом может быть для вас это очень болезненно, да, вот вы можете осознать, что вы были неправы, а почему я должна, я должен был тогда спешить. Вот поэтому постараемся вот как-то побыть, может, какое-то время наедине себе брать, вот понять, что с вами происходит, а почему с вами так происходит. Давайте посмотрим следующая карта для вас, карта Туз Жезлов. Карта Туз Жезлов показывает только ваше стремление, только ваше желание вы добьете то, что вы хотите. Вот высшие силы дает вам этот Жезл в ваших руках. Все зависит только от вас. Какие вы действия, как вы себя будете вести, как вы будете решать, это только вы будете. Но здесь нужно уже в середине месяца какое-то желание, какое-то стремление для того, чтобы вы решали какую-то проблему, а не бояться, а не переживать, и вот стоять на страже в порядке, что опять что-то случится. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Карта Паж Мечей. Бороться за свое, за чужое ничего не нужно бороться. Вот эта карта, если хотите быть счастливы, если вы хотите быть справедливы, то только вы можете вот в конце месяца за себя вот бороться. Здесь нужно дать себе возможности за собой, да, может быть, отслеживать какие-то ситуации, может, какие-то проблемы, которые с вами происходят. Это только касается вашего внутреннего. Если это касается отношения, да, и даже это рабочие отношения, которые семейные или там стабильные отношения, здесь просто нужно вот этот месяц, вот именно август месяца для вас нужно не конфликтовать, более спокойствие, да, вот найти себе понятие, что вот этот месяц вам нужен быть, нужен, нужно, нужно быть спокойны. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта Королева Пентакли. Женщины, мои дорогие, это ваше, да, вот показывает, что вы стоите на своем троне. Ваша стабильность, она есть. Но почему-то, знаете, здесь показывайте, мои дорогие женщины, обращайте внимание на здоровье. Здесь может быть и нужно осознание, и стремление, может быть, как-то обращать внимание. Вот именно постарайтесь, вот, мои дорогие женщины, обращать внимание на ваше здоровье. Это могут быть ноги, спина, почки, вот именно женская репродуктивная система может быть. И на это нужно как-то обращать внимание. Мужчина – это ваша женщина. Если у вас есть такая женщина, то постарайтесь дать ей внимание, да, здесь могут быть, как для вас, какие-то предупреждения, что вы должны обращаться, да, к врачу. Давайте посмотрим следующая карта, карта, да, карта совета, что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие, карта Дьявол. Карта Дьявол, мои дорогие, так и говорит о ваших, вот именно, каких-то зависимостей. Может, если это касается отношений, есть зависимые отношения, которые вы не можете есть, как третьи лица. Да, есть люди, вот мужчины могут быть то, что они как-то могут быть, имеет, да, какая-то вот именно в август месяц желание, как в прошлом поступить, да, вот какие-то, ну, как отношения треугольника. Одинокие люди, я хочу сказать такое, обращайте внимание на ваше здоровье, постарайтесь поработать над собой и не быть зависимы ни от кого. Вот здесь нужно просто вот этот месяц убрать вот эту зависимость, этот Дьявол от вас. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.